Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па Эй! Всем привет, друзья! Меня зовут Дмитрий от Канал Купленов Плей. Продолжаем Кибербанк. Короче, ты знаешь, что я записываю наперёд. Вышла сегодня серия, которая была про друзей, которые не хотят помогать. Я уже, короче, уже понял. Уже концовку мы просрали. Уже хорошего хэппи-энд у нас не будет. Мы уже умрём. Нас всех убьют. У нас ничего не получится из-за того, что я просто не захотел этой панаме помогать с её проблемами. И типа вопрос как? А какого вообще перепуга я должен всем подряд всё просто так помогать и делать? Мы тут не за какого-то добрячка-дурачка играем. У нас есть своя цель, у нас есть своё задание. Почему? Ради того, чтобы ты не слушался в её историю, всё, ты просрал Канал. Да мне, если честно, её история. Она мне кто? Она мне никто. Она мне напарник, который должна была сделать со мной определённое задание, а вместо того, чтобы его делать, она полезла в какие-то там свои проблемы, которые меня, по сути, не интересуют и не волнуют. Типа, о, динамит. И что дальше? А где написано, что я не должен её динамить? Есть вариант про динамить. Я продинамил. Я считаю, что в этой ситуации это лучше и это нужнее, чем ходить там непонятно куда и непонятно зачем. Так что не надо мне тут плохие концовки и всё вот это вот. Будет плохая, это же будет плохая. Плохая концовка тоже концовка. Понятно, нет? Всё окей. F5 продолжаем. F5 продолжаем. Здесь стоит чёрт, которого мы не можем убить, потому что у него очень большая защита. Если бы прошёл сейчас крит, был бы прекрасен. Смотри, крит проходит, нет? Ладно, не проходит, крит, отстаньте, не проходит. Можно я пройду? Так, спокойненько. Сбой оружия, замыкай. Давайте сделаем замыкание. Пусть замкнёт, и я пробегу. Выходи давай. Блин, а серьёзно? А я дал замы... Серьёзно? Удяц. Я думал замыкань. Типа он замкнулся и понял. Да, ты бест. Так, у меня совсем... О-о-о, да! О-о-о, еба! Хорошо, ладно. Ладно, хорошо, но не попал. Давай, сможешь? Хорошо, не смог, ладно. Теперь моя очередь. Наслый-то, наслый. Я смогу от них спрятаться, мне просто интересно? Для меня кто-то убивает. Меня кто-то убивает? Я сейчас подожгу-то, я помню, смотри. Допустим. Да я понял. Я просто жду, пока она даст мне загрузить с контрольной точки. Я думаю, что контрольная точка — это моё последнее сохранение, если честно. Блин, их так много здесь оказалось. Я хочу какой-то глаз, строить какой-то глаз, который сканирует вообще всё здесь, что можно просканировать. Чтобы разом такой глянул, и все враги, короче, помечено, всё помечено, всё красиво, всё хорошо. Вот так хочу, но такого у меня нет. И ночного зрения тоже нет. Так, ладненько. Мне кажется, если бы я его не замкнул, мы бы спокойно пробежали, наверное, да? Так, подожди, а куда он смотрит? Ладно, уходит, я побежал. Он же дар глухой. Опа, да ебать тебе, серьёзно, я ушёл, ладно. Да куда ты меня показываешь, цель-то заебала, слышишь? Почему он постоянно показывает, то в одну, то в одну, то в одну, ой, блядь. Хорошо. Уходим, 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 уходим. Ну, а теперь она их отошлёт обратно. Ой, да ладно, серьёзно, так много сразу солдат приедет. Две машины солдат, серьёзно? Всё, минус камера. Осторожней! Ну, типа, я же всех вроде как победил. Где солдат? Всё вижу. Хорошо. Ну, паника вроде утихла. Паника утихомировалась, я всё... Паника утихомировалась. Блядь, серьёзно? Откуда меня там увидел-то? Я же как бы ушёл, как бы пришёл назад. Это нечестно. Это нечестно. Так, ну-ка. Зелёный лутец. Нам нужны эти, как их? Нужны детальки, чтобы прокачать оружие. Снайперку и меч. Нам нужны синие детали, потому что синие детали прям категорически не хватает. Кто у вас? Кто это делает? Кто там, в кого стреляет? Панька, которая как улеглась уже, всё проблемы. Бля, ну что это такое? Убери, пожалуйста, с моего экрана. Эти ебучие зависания. Ты издеваешься надо мной или что? Уберите её нахуй отсюда. Всё, спасибо. Как-то остаётся на экране уже второй раз уже. То пластинка. Всё, блядь, с этим мусором. То пластинка остаётся, то ещё чего. Заперто, как это заперто? Подожди-ка секунду, может отсюда открывается? У нас же здесь, по идее, какой-то командный центр, контрольный пункт. Вот, смотри-ка. Блядь. Ебаный вернёт. Так, сообщение, сеть. Сеть? Нет, у нас здесь нет ничего такого. Это просто КПП без какого-либо доступа, без какого-либо открытия и без какой-либо вообще замочной скважины не работает нихуя. Не понял сейчас. Куда, блядь? Куда машина-то пропала? С кем они там воюют? Со мной? У меня же там нет. Так, вот это солдаты Арасаки. Да, это они. Допустим. Давайте я у него вызову замыкание, так будет проще. Робот Арасаки, замыкание. Замыкание очень много, кстати. Очень много дамажных. Смотри. Куяк. И практически целое ХП. Бля, не попал по пятке. Мне нужны патроны. Патронов нет. Опа. Тро. Не попал. Хорошо, ладно. Прощайте. До свидания. А еще, короче, о претензии, что я не взял у этого пистолета режим пацифиста. Не знаю для чего. Не знаю для чего нужно было брать режим пацифиста обязательно. Иначе опять концовка там или что-то еще, что-то то. Но, блядь, уходим. Может, я выйду за пределы этого места? Да иди ты нахуй, я уж ушу. Я не вижу смысла реально делать именно то, что нужно по какому-то сценарию, по какому-то определенному правилу, чтобы получить обязательно хорошую концовку. Почему концовка должна быть обязательно хорошей? Объясните мне, пожалуйста. Где это, блядь, написано и где это, сука, прописано? Что концовка, блядь. Ну, я сейчас увернусь. Я, походу, вернулся, да? Пацаны сидят в машине, им похуй вообще абсолютно. Да уйди, блядь. Так, от турели пошли. Кто-то все-таки меня перегревает, блядь. Кто перегревает? Ухожу. Блядь, перегрели. Ладу перегрели. А что пацаны сидят? И вообще похуй на все. Они даже не выйдут, да, туда? Да кто? А, кто-то отсюда. Хорошо. Кто-то там оттуда меня... Да уйди, я уже ушел из зоны поражения. Я, я, фрега-то работает. Я же ушел с его прямого обзора, почему у меня дамажит? Да прекратительно. Патроны, кстати, закончились. Это очень плохо. Так, ты, хуила. На, блядь. Не долетела. На, еще. Да, шо ж такое? На. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Кто меня так шмаляет? Кто меня так шмаляет, скажите, пожалуйста. Какой он, блядь, не убиваемый пиздец? насколько далеко нужно убежать чтобы не сработал перегрев насколько далеко я убежал вообще уже из зоны из всех боевых действий этих местных что правда его снял а чё в этом такого то ну робот робот я же не качался он живой до сих пор я же не качался в стелс ой убивают 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 блять охране не было убиваю спокойно охране не было аккуратненько хорошо но это не он это опять не он да ладно патроны кончились ты чё у меня много хилок по сути это не так страшно до свидания для патрошки где-нибудь взять они не достаются из этого просто из подобранного оружия вроде блять во всех играх патроны достаются из оружия да хватит сука перегревать меня пойти сделал-то перегревчик ты ебатый кто он где он заебал . доступа к системам безопасности тут хорошо я тоже подвигаюсь вперед у по фиолетовая хуйня кто меня перегрел не ясно так нужно вниз вниз и наверх ой смысле наверх на улицу да понимаешь блять жалко без патронов я нахожусь и без патронов неудобно чё вообще патронов не появилась у есть для снайперской лидовки зачем все-таки подбираются с улицы там синий луд лежит где-то лежит синий луд кто меня видит опять какая-нибудь камера грёбанная у серьезно нахуя себе прощай блять все кто-то перегревает все равно сука кто-то перегревает допустим бля как больно-больно-то как я даже не вижу кто у меня же по моему стоит а все вижу еще одно у меня же по моему стоял какая-то хуйня то чтобы я видел кто пытается меня взломать так еще пацаны но это не страшно это совершенно не страшно абсолютно где он там бля ебаный начальник вот и все дело в том а вы говорите стелс стелс зашел нормально спокойно пострелял все на камеру один выстрел нужно ты постоянно шмаляю целыми кучами просто так патрон сжигает ну выгляни ебаный здесь все текстуры просто текстуры что ли не не объекта нихуя или это насквозь простреливается типа какой-нибудь пластмассовый ящик а насквозь не прошло серьезнее походу да сколько пришло делать кричал кто все вижу ты такой уверенный серьезно бросай оружие это выходи идет такой развал чай говорит разъебутся щас всех один разъебу хорошо но патрошки откуда собираются это прекрасно патронов значит хватит вот и вся ваша расака вот она вся ну вот какой у нее смысл куча охранников которые нихуя не могут со мной сделать просто куча бесполезных людей все они пытаются не поняли что же не выполнить что мне где надо сказать всех уже это я так пирпу ладно погнали на склад кто-то материться на меня я вообще ничего плохого не сделка не материться чем лет сделал так опять я внутри и самую большую платформу пульт управления внутри может быть обычный компьютер ясно а у вас как там дела хорошо я приду в дискетчерскую устроим полный хаос очень хорошо я готов как только ты закончишь я инфицирую система чё реально проходит ли нет в этого не прошло ладно а чё не так я кстати не понимаю почему не может пролазить какие-то узкие проходы вылезти в окно например почему почему не пускай сломать надо лечу а может пропустили ци бля ты заебал куда-то в ту сторону головы может быть и тут чуть прострелить да твою же мать я чё-то не понимаю ли что не так вот как бы написан проход но он типа не открывается может его заблокировать а что не так цели пойдемте наверх ни хуя народу нарубил с дробиша бы так бы эффективно не получилось что с дробиша бы кончились патроны и там очень длинная перезарядка да что что будешь делать кто нахуй кто такой прикуда целишь ебать как больно нет но это высокий раз сложством поинтереснее чем средний потому что здесь хотя бы откуда он взялся он мог взяться только снизу через от дверь которыми не пускали тоже большим пройти было некуда все сюда по дороге я зачистил откуда будет сохранить только не с самого начала дозах блядь да ты чё нахуй ты издеваешься или где блять ты прям прикол да сейчас делаешь какой-то жесткий такой ну хорошо полезли по стелсу попробуем поставь это бред как меня палят пойдемте в стелс ладно так и быть настолько лута проебалась я внутри и самую большую платформу пульт управления внутри это может быть обычный компьютер ясно а у вас как там дела хорошо я приду диспетчерскую устрою полный хаос все-таки придется идти наверх хорошо я готов как только ты закончишь я инфицирую системы пока показываешь нужно идти туда ну до прохода нет это плохо делаю стелс я сейчас лечу очень жесткий стелс делаю игра не дала мне с ней он походу здесь все это время стоял просто он в меня не стрелял я могу по идее начать здесь отстреливать но я не могу с одного выстрела убивать начальников офицеров то есть вот этих я могу жахнуть а тех не могу очень на самом деле громкий выстрел в общем никто не слышал как ты так сделал то ну пиздец ну ладно но я хотя бы внутри не надо по улице там бегать полтора часа опять цуку стреляют смотри я не вижу реально смысла в этом стелс сейчас меня перегреют потом начну развивать на на не знаю кто там третий сок стреляет так это проход другую сторону тоже будет умер ворот ворот царский то есть меня стреляли я нажал у ворот после я думал что я не буду замедляться на самом деле я думал что замедляться будут только враги оказывается замедляются всем в том числе и это неправильно отстать так уходим здесь человек недоволен моим присутствием это охранник или кто то я думал что реально нет время замедлиться а я буду в такой же скорости ходить да бляк какой то тут там просто я сам себя взорвала меня кто-то взрывает то ли отсюда холи чё-то я вижу желтую хуйню вот на экране надо качать конечно эту меч чтобы быстрее все это было ходим так нужно просто загрузить вирус и все граната прилетела а ничего что как бы это было не стелсовое можете долететь до токио если хотите возможно я так и сделаю спасибо мне кажется немножко неправильно они должны были полный хаос даже крышу немного и крыша уходить через неё хорошо там несколько зданий поменьше по ним ты спустишься вниз и лучше поторопись арасака вызвала али так хорошо только я вылезти тут не могу ну япта не падай чего что случилось сейчас что случилось вообще ничего не понял он мне типа нельзя было спускаться уже вниз или меня это тави подбил только давай не с улицы все кида так зловать платформу блять на 75 ой короче с самого начала все ясно помчали погнали делаем вот так красиво вот тебе блять и весь стелс вот он стелс вот он весь здесь такие не стрелять допустим делаем быстрый взлом быстрый взлом быстро здесь очень тупые боты они прямо совершенно никакие на самом деле для камня зашла форма в наш конечно же мне пизда уходим возможно я так и сделаю спасибо теперь моя очередь видишь полный хаос даже крыша понемногу крыша понемногу да допустим уходить через неё рядом несколько зданий поменьше по ним ты спустишься вниз у меня скорее всего обе подбил иначе я просто не понимать у меня убил крыша здесь серьезно да беги тоже надо торопиться у нас по перестрелку нет время потому что кругом жаре приехали все мне либо пизда либо чуть не падай так сильно ладно что теперь теперь надо отступить в тени вооружиться терпением я свяжусь с тобой перед началом парада постарайся держаться подальше от неприятностей как будто это я еще миссия такая сумбурная пизде ну высокий уровень сложность а я ничего не путаю я ничего не вру правильно понимаем высокие уровни сложности то есть на высоком уровне сложности можно просто пробежать и проблем не знать никаких абсолютно так продолжить поиски продолжать звонка такая мура давай recorded поиски что у нас есть нас есть украшение василиса поехали принципе дожди покинут лагерь на один день а то с ним ничего не прошлость этот день эта мужа прошла давайте подождем тогда постоим так и подождать почему я в бою я в бою уходим тогда ладно все можно есть боя пожалуйста выключить я уже все сделал я уже от вас ушел вы уже просрали всю свою охрану все что можно ладно давайте пока мотоцикл не мотоцикл нахуй давайте позовем вода ламы чё зря делали задачу что ли хочу есть будет не выходит да я здесь не ну что как дела спасибо хорошо идей сегодня будет экстраординарный а даже так и почему вдруг я совершил прорыв в исследованиях расправить крылья вполне экстраординарно не буду мучить вас подробностями никто не любит болтливых водителей до скорой встречи это да есть такая хуйня есть такая хуйня значит водитель иногда может что-то интересно начать рассказывать но это бывает так редко в большей части больше степени времени в большей части времени хочется просто все помолчали а ты поехала в наушниках и никто тебе ничего не говорил самое короче жесткое это когда ты едешь в наушниках а он тебе пытается что-то из это рассказывать постоянно приходится доставать и чего 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 а обратно а это пиздит и пиздит пиздит и пиздит пиздит и пиздит так цепная реакция сетевой магии что такое заказ обязательно укусят здесь в принципе есть какие-то знаешь задания но они вот все это вот сон это что вот сон это название какой-то корпорации как это или это вот сон это район а скорее всего это район то что смотри-ка кровь и кость это один район сандом вот сон вот сон опять это какой-то другой вбдает наверно обозначение районов которых обговорить джонни для давайте поговорим джонни только где его взять опять-таки мне нет задания нет к нему маршрута а вызвать ее никак не могу может отсюда где-то в управлении помни как кнопки вызвать джонни нет блять ты кто такой чё блять ко мне пришел если бы он ко мне просто так вышел я бы смог с ним поговорить было бы одно но когда он выходит и появляется у него не появляется никакого диалога так но я покинул лагерь на один день давайте все-таки конь перестись да блять они не хотят выходить до сих пор меня видят сих пор меня стреляют а робот у вас откуда ж убил его давайте просто уедем оху и куда-куда-нибудь что это счастлив это не я я не специально это вообще ни разу не я я не специально все я вышел из боя отлично я вышел из боя так теперь теперь давайте все-таки пойдем посмотрим что там за это василиск доделаем ее задание может она в конце концов еще хоть винтовку мне даст просто ни хуя нет подожди я сейчас пешком туда поеду но это нужно подождать же сначала для музыка а чуть зародил найта самокий бляха неплохая музыка припаркуй чтобы никому не мешаться и послушаем узяку просто бляха давайте еще сделать давайте знать что сделаем дать сделаем вот так вот гекарта мы сейчас поедем куда-нибудь в эту сторону день тут живут тут судит декон так даже где они живут вот тут короче где-то тут они живут судя по всему потому что я помню что на отшибе давайте пока просто поедем куда-нибудь сюда вот время послушаем музыку как только она кончится мы переедем сразу на задание и все не знаю что прям нравится такая музяка покатаемся по городу и послушаем радио нам торопиться не абсолютно это дала мэйнар специально выбрал станцию когда нам с тобой нравится давайте это все дала мэйн это он выбрал станцию чтобы с тобой ехали и тусе это блять занос вошел сейчас просто будет наш как интересно мы сейчас доедем до той точке там ряду не будет ни одного перемещателя и придется блять ехать все равно вручную пешком на машине без быстрого перемещения блин на зеленый проскочил я проехал на зеленый так где наград за трюки где наград за трюки почему не придумали все кончил список ой бля те ох уж эти машины нет что не кончился еще не закончился поехали так есть музыку лучше слышно есть меньше слышно шум дороги и больше слышно только вот нихуя неудобно этот вид он ты не видишь краев машины не видишь грани вот это капота своего не видишь то есть по сути даже то что за рулем ездить когда у тебя руль вот здесь ты типа нихуя не видишь и поэтому ты очень плохо ездишь это неправильная посадка в этой машине нужно сиденье поднимать то что ты не контролируешь говорит своей машины может свечу что угодно другую машину например без проблем вообще-то я взял зацепил эти опять наглядная посоль потому как не надо есть на руле нихуя подрезать вот я его даже и ведь вот я его даже и не видел серьезно поехали как блять это можно как это можно водить это что пейджер в 2077 серьезно но пейджер это же удобно это просто как sms раньше же не было телефонов на мобиль наши были пейджеры на их просто приходили смс а сейчас телефон все в одном и позвоните смс ты когда кончишься песни или нет я уже хочу на задание поехать мы с тобой просто ездим слушаем песню опа перемещать вилла давайте отсюда давайте прямо здесь это кстати то место где мы первый раз с джонни попиздели и попил задание поговорить джонни чтобы мы смогли проследовать его к фанатам его в клуб его что-то такое так а выходим все хватит слушать музыку давайте просто стоим подождем здесь один день да где какой и так подождать а сколько подождать давайте подожду 12 часов давайте день подожду и погруженная все так персонаж а одно очко характеристика одно очко уровня одно очко уровня я не знаю куда я не куда поэтому пока никуда нибудь совать будет 2 прокачаю так все нормально что такое а бляли опять сбой что-то прям плохо четверо совсем плохо я так надо покинуть лагерь на один день так я покинул что не так то что не так почему-то не работает день же прошел давайте еще подождем не жалко я не понимаю что не так давайте подождем девять часов покинуть лагерь на один день пока починь хорошо это это не работает поехали дальше поехали тогда на аудиенцию подождать поиски продолжать или подождать звонка блять это тоже непонятно где ждать да хорошо поехали любое другое задание у которого есть какая-нибудь сесть и подождать била помните с тобой согласен какая-то хуйня не работа заказные убийства это немного не то для чего мама тебя рожала думал говорить с этим билом яблонский можно я на твоем месте спасавал не давайте посмотрим что за ученое правосудие куда она ведет и как она делается я так понимаю что мы не сможем просто так именно ожиданием это все дело подождать нужно делать какие-то задания нужно просто бегать по городу палате какую-то активность чтобы игра понимала что ты просто не стоишь на месте и не тыкаешь подождать 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 хорошо ладно мы подождали двое суток только что двое суток подождали ничего не поменялось они либо очень долго и очень-то не могут починить за день либо игра реально говорит тебе а них я не так не пойдет них у я давайте не делай поэтому пойдем чуть поделать три месяца наслаждений а три рта нужно это было написано там три месяца три арта одно желание что-то такое там окажется я первый ладно подожду все некоторое время спустя ну как всегда так такой бил я вообще не помню кузовам бил яблонский яблонский да а когда тебе все объяснила не особо да но в подробности особо не вдавалась мы с тобой должны сделать так чтобы ёбаный джошуа стивенсон получил по заслугам остальное расскажу в машине садись за руль ну пошли а почему я за руль твоя машина там страховка или чё-то типа похуй нельзя просто взять и сесть за руль чужой машины его будут вести по этой улице подождем пока они появятся и поедем за ними хорошо хочу увидеть как этот ублюдок наконец отбросит копыта почему чтобы чувствовал страх перед смертью что тебе сделал этот парень это уже не твое дело как не мою я хочу понять во что ввязываюсь стивенсон убил мою жену его поймали посадили дали вышку за что но этот кантон на все я думал же меня он далеко не уйдет ну окей постой так стивенсон будет не один меня об этом не предупреждали остальных убивать не нужно только его то с ним будет какое у них оружие это обычные люди они не помешают если мы покажем что настроены серьезно а кто для тебя обычные люди корпораты которые вытащили они мать родную продадут лишь бы спасти свою шкуру просто не стреляй в них план какой-то сырой мне он не нравится смысле поясни во первых для такого дела нам публика ни к чему во вторых они могут уйти ты не понимаешь я все деньги на это отдал вон они газуй нихуя это так-то спецмашина блять почти броневик какой-то бронированный ну погоня до погоня ваш мы здесь это самое лучшее да ябс удовольствие просто это очень хуёво ездит ой блять задела тачками ну конечно все кстати мы проиграли я не понимаю этого это нереально учитывая то что он сейчас будет как гонщик есть а это хуйня не управляется это будет очень вот серьезно блять и каждый раз меня будет кто-то влезать до въезжать это специальная хуйня это это тупо на каждом перегрёстке кто-то в тебя влетает специально чтобы ты тормознул хорошо мы просто следуем допустим ну да 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 я уже понял да с каждого перегрёстка смотрим внимательно где-то что-то вылетит ну либо это так сильно повезло но я в это не верю не упусти его да не упущу я сел бы сам за руль доехал блин раз такую я вообще-то в кончике а кстати может гонщики настолько нанимал гонщики что значит черт что ты кричишь что ты кричишь не кричишь нормально я контролирую полностью чтобы погоню что-то ты блять кричишь как бабка старая то ёбаный тяброн сиди спокойно и все можешь пока этим по колесам стрелять или в окно и как-то зарядить камнем пусть остановится вы между просто следовать не нужно там стрелять чё это сейчас было блять можете как-то пострелять там лечет на час уйдет я думал сейчас специально стоит ждет подъеду чтобы трогать твою блять стоп стоп я сказал чё не так все пошли пошли так давайте я просто сделаю все быстро и мы будем гибать давай 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 я убью его убью нахуй ту суку полиция остановитесь лейтенант паскес полиция остановитесь ты защищаешь убийцу просьбушку стреляю тут перестрелка да ты умрешь сегодня лет москве сбалять он его убил прикинь это что за подстава то я попали в рот ты куда меня блять привел то придурок я надеюсь что это продолжится с выхода из машины то есть он пришел его застрелил полицейский он же не мне кричал брось пушку это вообще незаметно и стоял я остался а он шел к нему упор пидо да хватит нахуй так далеко блять откидывать от миссии то ёбаная игра у тебя блять есть понятие автосохранения там сука ключевые точки чё-то такое или нет блять кажется я чё за говно то ладно подожду я ебу ты издеваешься надо мной ой пиздец блять ой пиздец все с ну конечно я хозный не блондский давай быстрее билл еблонский хуйонский блять и вот это нужно опять час уехать можно пропустить поездку на его пути 5 не возможно конечно пока не в принципе все слышали все видели хочу увидеть как этот ублюдок наконец отбросит копыта давайте это почему да бля перемотать чтобы чувствовал страх перед смех перемотки нет так ясно хожу даже давай тогда ждать как тебя зовут верь вот что тебе скажу этот новые диалоги убил самого дорогого мне человека я не смогу спокойно жить если едут за ними жми подожди секунду а есть вероятность как-то его спасти то нет просто его убивают это бесполезно чуть с этим делать походу полицейских не эпическое количество хп вот видишь опять начинается из всех щелей прут из всех щелей прут машин просто заметить она здесь только что прогрузилась эту . как сделать так чтобы он не умер мне вот чё интересно да бля там уж переворачиваться он все на он же к нему подходит он в любом случае убьет я не смогу убить полицейского сразу потому что я ему три раза в голову триллион до сих пор был живой у него либо бронежилет в голове либо я не знаю почему такой жесткий вот что делается не упусти его да не упускай уже бля пятнадцать человек померло пока в машину преследуют они ведь в начале специально светофорах стоят и поэтому подгружаются именно в тот момент погода блять то светло то темно почему он постоянно орёт я вроде еду просто чуть-чуть подтормаживаю крестит крестит орёт орёт так ну хорошо мы опять обратно здесь сейчас они тормознули тормозим мать твою блять стоп стоп я сказал давайте я не полез пошли полезь мы с тобой уже пытались какой смысл он идет пистолет держись ко мне поближе я сам разнесу его на куски ну хорошо так меня опять убьют я убью его убью нахуй эту суку там сзади кто-то еще зашел непонятно откуда меня заднюю полиция остановитесь лейтенант паскес полиция остановитесь ты защищаешь убийцу брось пушку стреляю стойте нет стойте не стреляйте они хотят тебя убить их можно понять сострелишь парня сделки не будет баскес стреляй ага давайте все друг друга перебьем да что ты говоришь твою мать и что с ним теперь делать тут скоро будет толпа журналистов ты чё блять творишь охренел полиция никому не двигаться убирай сюда свой ебучий грузовик я хочу взять его с собой что что блять серьезно хочешь взять меня с собой ты мне нужен ты совсем башни поехал еще одно слово и я звоню в студию грегор не заставлю меня не удачная попытка покушения никто я обещаю у тебя и пальцем не посмеет привлекался но вы проверьте на всех скажем я нанимаю тебя спасибо выручил ты в тюрьме сидишь ты чё ебанутый я ничего не понимаю ты серьезно что ли как тебя зовут это просто какой-то пиздец сначала скажи что тут вообще происходит надо было послушать я все объяснил бы не было не уходи мы уезжаем ребята из участка разберутся хорошо можешь не говорить меня зовут джошуа стивенсен а как звали твоего товарища билл яблонский припоминаешь на к сожалению научи нас так счастлива дни наши чтобы обрести сердце мудрое стоп ты и я про тебя слышал а вот я про тебя нет мы не можем его взять от исключено он слишком опасен я хочу предложить ему работу господи иисусе аллилуйя началось хоть что-то интересное сейчас еще бы попкорна и было вообще заимись его хуй найти так что-то творчество скажешь чего тебе от меня надо я соглашусь с рэйчел надо уезжать отсюда что происходит какого хуя против парень хорошо на тебя никто не спрашивает слушай не знаю что он там хочет тебе предложить но если ты с ним не поедешь я с тобой вообще разговаривать перестану что происходит ладно допустим я не понимаю дверь идет пистолет с экрана опять сарега заглядят скажи было в твоей жизни что-то такое что полностью изменила тебя и твой взгляд на мир нет черт меня дернул с тобой поехать 20 лет назад меня посадили за вооруженное нападение были и другие грехи я застрелил нескольких человек тогда это для меня ничего не значило но в тюрьме времени навалом начинаешь о многом задумываться и я решил исправить все ошибки которые совершил за что ты убил их у меня был ствол они косо на меня смотрели я мог сделать так чтобы они перестали как-то ебанутый какой-то психушку надо лица перед тем как время застыло не понимаю зачем ты мне это рассказываешь просто хочу объяснить что я собираюсь сделать скажи наконец чего ты от меня хочешь останься до конца дня и я заплачу сколько тебе обещали за мое убийство прости разве у тебя есть бабло у меня нет у студии есть она и заплатит только до конца этого дня до конца этого дня если что-то пойдет не так я уйду тебя не будут удерживать скоро будем у глория ляхмар чё творится это за миссия такая я вообще не понимаю его везут в какую-то студию давай какой-то интервью или чё я ему зачем почему не платить собрался они только что убили чувака вообще ни за что пасу хотел конечно вооруженное нападение было но бляха чуть пистолетные краните твою мать уберите его пожалуйста не уберется чтобы это убралось нужно подъехать подойти к какому-нибудь предмету навестись на него и подобрать васкис последи там за ними я лучше посижу в машине постарайся быстро у нас плотный график так ну хорошо сейчас найдем предметку наведемся на него это пропадете надеюсь просто мы это уже проверяли есть что-нибудь подобрать на студию не похож тут совсем знамение и он и новая зона раньше коронада такое же было по моему а сам этот сандом это сандом это у нас получается этот как большой район а в нем есть маленький райончик есть сам дом есть ранчо хуянчо сулих ты опоздал я нашел по дороге попутчика до сектор что какая-то со студии помнишь что ты мне писала в последнем письме так вот он как раз из таких людей ви это зулейха так отъебитесь может мне кто-нибудь объяснит уже что здесь происходит ты ему ничего не сказал не успел мы только что встретились и правда сумасшедший мама еще не вернулась мы можем поговорить пока ждем заходите вперед я подожду снаружи так а ты чего просто отпускаешь его похоже не всем тут нравится ждать у моря погоды вот и поговорили хорошо ладно раз вы так настаиваете как где с тобой поговорить джонни ты заебил почему них в доме нечего взять ну как так то я хочу брать пистолет чё блять реально нечего подобрать что садитесь пожалуйста секунду пить хотите не спасибо ничего не надо вы меня реальность ничего рассказывать да вам типа похуй ты очень странный пассажир в курсе во имя отца и сына и святого духа ныне и пресно и во веки веков аминь зулейха сестра человека которого я убил она часто писала мне пока я сидел в тюрьме так мы и стали друзьями благодаря прощению то есть вы взяли и простили все грехи убийцы своего брата не судите да не судимы будете не осуждайте и не будете осуждены прощайте и прощены будете милосердие бога не знает границ не должна знать их и наша любовь к ближнему по-моему это какой-то бред вот вы считаете своего бога милосердным а куда он смотрел когда убивали вашего брата я долго оплакивала рубена мне его очень не хватало потом я поняла что это все часть божьего промысла ясно я искренне жалею что убил рубена но если бы не он я бы никогда не нашел пути к пиздец уже до полный здесь это полный да я же говорю бред вы ебануто или чё ты не веришь в создателя почему мы вообще об этом разговоре они всех тут я хочу хотят код вести жале их и недавно поспорили и я подумал что ты можешь нас рассудить ты бля издеваешься нет нет вообще-то я на это не соглашалась ну давай я слушаю джошу он он считает что он миссии и хочет покончить с собой а так он ебанутый совсем никогда не говорил что я миссия самоубийство разве бог может требовать этого дак неисповедимы там все дела вот эти убийства так ну-ка скажи ли она поадекватнее чем вы попал за решетку газеты написали об этом на пятой странице а когда стало известно что он уверовал о нем начали говорить везде что же плохого в том что я нашел способ рассказать людям о боге и своей вере скажи плохого ты же пошел дальше джошу он согласился вместо казни принять смерть на кресте чтобы студия могла сделать из его агонии брейнданс ебать это дорого выйдет слышь это очень дорого все выйдет постой а как студии брейндансов может повлиять на выбор смертной казни разве это не противозаконно кто пишет законы и назначает судей корпорации все возможно если директор студии поговорить с окружным прокурором формально я в двухдневном отпуске под надзором никакой закон не запретит мне провести его с новыми знакомыми там в тюрьме как у вас не грех это же все благодаря ей это гораздо выше людских законов через брейнданс я донесу слово божие до миллионов зулейха наставила меня на путь истиной настало время вернуть долг я хочу доказать что любовь существует таким образом чтобы это поняли все заблудшие души на нашей грешной земле любовь если есть безусловная любовь значит есть и бог и миру пришла пора наконец вспомнить о нем подумай о миллионах людей подключенных к телевизионным кормушкам о детях которые живут среди банд разве они знают любовь шлюхи на чпок стрит обколовшиеся корпораты в офисах бандиты на улицах они знают любовь я хочу достучаться до всех и каждого каким образом это его наемных убийц таких как ты знаешь ли ты что такое любовь ответь причем тут вообще-то хуюку то несешь каким образом твоя смерть твой брейк датс поможет людям понять а это кто вообще не обращай внимание миссис аль ахмар я приехал просить у вас прощения ты ты убил моего сына я никогда тебе этого не прощу я искренне жалею что причинил вам боль вон из моего дома быстро то уйти же ты убирайте сейчас же все пошли уйти серьезно миссис аль ахмар пожалуйста ничего просто уходить ты забрал у меня рубена она одновременно рвет и разговаривает давай вернемся в машину она сгала одновременно у нее рев шел и одновременно сквозь него разговаривала нихуя чревовещатель для дохода ебанутый какой-то для он отбит его надо в тюрьму посадить нахуй вообще под семью замками а эти типа вообще им похуй что сейчас на крест повесят казнят ебать сопровождение конечно ну а что поделаешь типа ему студия должна заплатить но студия не хотел им платить потому что он подумал что он как бы умрет зачем будем платить мертвому а он же все эти деньги обещает всем подряд том числе и мне чё за хуйня поехали алло и у меня оптика так с таким звуком работают очень беззвучно машина работает электрическая наверно у нее нет этого двигателя просто все наверно ти чисто на электричестве просто хотел поговорить с глухой объяснить ей все ты ебанутый мне казалось она она найдет в себе силы меня простить с чего бы вдруг с какого бы хуя куда пойдем есть на самом деле все правильно я бы тоже не простил убийцу хорошо антиполоник глаз не лоткнули венцам мы все знали чем это кончится упростите грехи упростятся на ком оставить о том останутся что не хочешь грешником помирать блять ишь ты какой на вы правда хотите снять вирт твоего распятия правда это наброс говна на вентиляторы недовольные будут всегда я должен это сделать если это не потрясет мир до самых основ то он уже никогда не проснется от кошмара ну хорошо это полный бред носом возьми стивенсона и найдите нам столик хочу поболтать нашим попутчиком давайте поболтаем чем болтать будем да давай давай ну что думаешь про нашу восходящую звезду брейн-данса так а ты кто собственно мне кажется ему нужен психиатр он пойдет это неверующий это поехавший человек это неверующий там я нашела вас дружит ему нужен психиатр вот и я тоже так думаю но уже слишком поздно если он псих зачем ты тогда с ним носишься есть в стивенсоне то что в наше время редко встречается а потому высоко ценится штука такая есть искренность он настоящий понимаешь у него вместо мозга уже собачье дерьмо зато он искренне верит в то что говорит то есть первоклассный актер ты его недооцениваешь ну я не знаю он как бы может быть в этого все и верит но он реально и поехавший ну чего ты ждешь я не понимаю смысл этих ответов то есть идеальный актер брейн-данса он просто не способен завалить спектакль для моей студии джошуа стивенсон это настоящая золотая жила а как прости это касается меня ты пудришь ему мозги задаешь неудобные вопросы понимаешь из-за тебя он начинает сомневаться а я рискую потерять инвестиции поэтому я заплачу тебе вдвое больше чем он обещал а ты просто уйдешь не соглашайся вей не туда не подумаю что нет мне кажется ты просто не понял что я тебе предлагаю ну-ка скажи скажи я уже прекрасно понял давай пошли неплохо для средненького наемника так это это интересно еще это вся хуйня закончится вообще не пойду и большими деньгами как еще поди угадай кто святое кто сумасшедший может и разница то никакой нет но мне тоже интересно один раз он уже удивил встать давайте на этом заканчивать что на сегодня вот рядом с этим чувачком встанет пусть он у тебя смотрит так подозрительно ссылка на блоге с описании под видео подписывайтесь на канал на паблик на видорстограмм комментируйте сейчас подожди сейчас я выключу записи по в одиночке постоишь всем до встречи следующих серий хребятушки всем пока я все здесь был мат Субтитры сделал DimaTorzok